Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего, Иоанна Златоуста. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Рассудим же теперь о важности нашего греха, и, восходя мало по малу, покажем, что нерадение детях больше всех грехов, и доходит до самого верха нечестия. Так, первая степень порочности, нечестия, жестокости, есть небрежение о друзьях. Впрочем, сойдем к слову еще ниже. Не знаю, как это я едва не забыл, что прежний закон, данный иудеям, не позволяет пренебрегать искотами врагов, или упавшими, или заблудившимися, но повелевает этих привести, а тех поднять. Исхода 23.4.5 Итак, первая, снизу идущая степень порочности и жестокости оставляет без внимания рабочий и домашний скот врагов, когда он страждет. А вторая, за ней высшая, нерадить о самих врагах. Потому что, насколько человек превосходнее бессловесного, насколько этот грех больше того. Третья, за эту степень презирать братья. Хотя бы они были и незнакомые. Четвертая, нерадить о домашних. Пятое, когда не брежем не только об их теле, но и о погибающей душе. Шестая, когда беспречно смотрим на гибель не только домашних, но и детей наших. Седьмая, когда не ищем и других, как бы о них позаботился. Восьмая, когда и тем, которые сами собою хотят это делать, препятствуем и запрещаем. Девятое, когда не только препятствуем, но и восстаем против них. Таким образом, если наказание постигнет первую, вторую, третью и третью степень этой порочности, то какой огонь будет следовать превошедшей все прочие, ваши именно девятой степени? Даже можно безошибочно назвать ее не только девятую, но и десятую, но и одиннадцатую. Почему? Потому что этот грех не только по существу своему гораздо важнее преждечисленных, но и по времени более тяжелых. Что же значит это по времени? То, что если мы теперь будем совершать грехи одинаковые и с подзаконными, то подвергнемся неодинаковым наказаниям, но гораздо тягчайшим, насколько больше мы получили дар, совершеннейшее приняли учение и большую почтены честью. Итак, если этот грех так тяжек и по существу, и по времени, подумай, какое пламя не заведет он на голову дерзающих совершить его. И что я так рассуждаю без основания? Докажу это действительным событием. Дабы вы знали, что хотя бы у нас, у наших было благоустроено, мы подвергнемся к крайнему наказанию, если не родим о спасении детей. Расскажу вам не своими словами, но содержащимися в Божественном Писании. Был у Идеев один священник, человек скромный и кроткий. Имя ему было Илей. Этот Илей делается отцом двух сыновей. Видя, что они предаются нечестью, он не удерживал их и не останавливал. Или вернее, он удерживал и останавливал, но делал это не с надлежащим усердием. А проступки этих сыновей состояли в любодеянии и чревугодии. О ней, говорится, в Писании ели священные мяса прежде их освящения и прежде возношения жертву Богу. 1 Царств 2, 15-16. Слыша об этом, отец не наказывал их, а пытался словом и убеждением отклонить их от этого нечестия. И постоянно говорил им такие слова. Нет, дети мои, нехорошо молва, которую я слышу. Вы разращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет кататым о нем? 1 Царств 2, 24-25. Очень сильные и поразительные слова, достаточные для вразумления того, у кого есть ум. Он выставлял на вид грех, показывал его ужас, объявлял и угрожающие за него тяжкое и страшное осуждение. 2 Царств 3, 25. Говорит ему, или вернее, уже не ему, потому что он признал его недостойным ответа. Но как тяжко провинившемуся рабу, дает ему знать об угрожающих ему бедствиях через другого. Таков был тогда гнев Божий. Послушай же, что говорит Бог об учителе и его ученику. Потому что лучший хотел говорить о его бедствиях и ученику, и другому пророку, и всем, нежели ему. Так окончательно отвратился от него. Что же он говорит Самуилу? Знал, как сыновья его нечистуют, и не опуздывал их. 1 Царств 3, 13. Не то, чтобы не вразумлял, но и вразумлял. Но Бог говорит, что это еще не вразумление. И ответ к его, потому что оно было без силы и настойчивости. Так, если и мы хотя печемся детям, но не столько, сколько нужно, то и наше попечение не есть попечение, как и Илиева в разумлении. Сказав о преступлении, Господь с великим гневом налагает и наказание. Дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. 1 Царств 3, 14. Видишь, какое сильное негодование и наказание без надежды на пощаду. Неизбежно, говорит, должно ему погибнуть. И не только ему, и сыновьям его, но вместе с ним и всему дому. И не будет никакого врачества, которое бы исцелило эту рану. Между тем, Бог ни за что другое, кроме беспечности о детях, не мог тогда винить этого старца, дивного во всем другом, которого все любомудрие можно видеть не только из других, но и из самих обстоятельств угрожавшего ему нечестия. Так, во-первых, когда он услышал обо всем этом и увидел себя на пути к раннему наказанию, то не стал роптать и негодовать. Не сказал ничего такого, что обыкновенно говорят люди. Разве я властен чужой воле? За свои грехи, одолженности и наказания. А дети сами в возрасте, сами только и должны быть наказаны. Ничего такого он и не сказал, и не подумал. Но как благонамеренный раб, только той, знающий, что благодушно переносить все от Господина, хотя бы неприятные произносят такие, преиспомненные любомудрые слова. «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». 1 Царств 3.18 И не отсюда только, но и с другого случая можно увидеть доблесть его. Тогда во время постигшей иудеев войны некто пришел и рассказал о несчастьях на этой войне и о том, как дети его постыдные и бедственно пали в сражении. Он выслушал это спокойно. Когда же тот к вести об этом поражении присовокупил весть о взятии врагами кивота, тогда помрачившийся от скорби старец упал с седалища назничу ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля сорок лет. 1 Царств 4.18 Если же священника престарелого, знаменитого, двадцать лет безукоризненно начальствовавшего над еврейским народом, жившего во времена, не требовавшей великой строгости, ни одно из этих обстоятельств не могло извинить, но он погиб ужасно и бедственно за то, что не заботился о детях с полным вниманием. И грех этой слабости, как сильная великая волна, превысил все прочее и закрыл все добрые дела его, то какое осуждение постигнет нас, которые живем во времена, требующие гораздо большего любомудрия, но и не имеем и его добродетели, и не только сами не имеем попечения о детях, но и против желающих делать это строим козни восстаем, и относимся к детям своим хуже всякого варвара. Ибо жестокость варваров доводит только до рабства, до упустошения и пленения Отечества, и вообще до бедствий телесных. А вы порабощаете самую душу, связав ее, как какую-нибудь пленницу, предаете таким образом лукавым и свирепым демонам и их страстям. Именно это, а не другое, что делаете вы, когда и сами не внушаете детям ничего духовного, и другим делать это не позволяете. Пусть никто не говорит мне, что многие, больше Илья, не родевшие о своих детях, не потерпели ничего такого, что Ильей. Нет, многократно терпели и многие, и более того, тяжкие из-за такой же грех. Ибо откуда преждевременные смерти? Откуда тяжкие продолжительные болезни и у нас, и у наших детей? Откуда потери? Откуда несчастье? Откуда огорчение? Откуда бесчисленное множество зол? Не от небрежения ли о порочных детях? Что это не вымысел достаточно, могут свидетельствовать и бедствия этого старца. Но я скажу вам еще слово об этом одного из наших мудрецов. Он, рассуждая о детях, говорит так. Не радуйтесь о сыновьях нечестивых, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь. Сирахова 16, 1, 2 Ты зарыдаешь плачем преждевременным и неожиданно узнаешь о их погибели. И так многие, как я сказал, потерпели много подобного. И если же некоторые избегли, то не до конца избегнут. Но назло в своей голове, потому что понесут жесточайшее наказание подшествие отсюда. Почему же, скажут, не здесь все наказываются? Потому что Бог назначил день, который и будет Он садить вселенную. Но этот день еще не пришел. С другой стороны, если бы было так, то весь род наш давно бы уже прекратился и исчез. Но чтобы и этого не случилось, и от замедления суда многие не сделались беспечнее, Бог, избирая некоторых виновных во грехах и наказывая здесь, через них и прочим, показывает меру, угрожающим им наказанием. Чтобы они знали, что если они здесь и не потерпят наказание, то без сомнения понесут более тяжкое подшествие оттуда. Не будем же бесчувственными от того, что Бог теперь не посылает пророка и не предвещает наказание, как было с Илием. Потому что теперь не время пророков. Впрочем, Он посылает их и теперь. Откуда это известно? У них есть, говорит Господь, Моисей и пророки. Лука 16, 29. Сказано древним, сказано также и нам. И Бог говорит не одному Илию, но через него и его страдания всем подобны ему согрешающим. Бог нелицеприятен. Если он так истребился всем домом менее виновного, то не оставит без наказания совершивших более тяжкие прегрешения. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok